Привет, друзья! Добро пожаловать на канал. Если вы здесь впервые, меня зовут Сергей. На этом канале я рассказываю о Австралии. Это могут быть какие-то бытовые вопросы в целом о жизни в Австралии, ну либо просто, как в этом ролике, какое-то путешествие. Данный ролик откатывает немножко назад. На самом деле материал к этому видео я снимал примерно два года назад, но не было времени как-то его отсортировать, скомпоновать, ну и выложить. Наконец время пришло. Материал мне показался интересным, я решил его собрать в одну кучу и выложить в данном эпизоде. В данном видео мы отправляемся в поездку. Это поездка в региональную Викторию, в место под названием Flinders. Я расскажу подробнее о том, что это, где это, уже непосредственно в самом ролике. Заранее прошу прощения за звук. Качество звука, к сожалению, не очень хорошее. Снимал это видео давно, у меня не было тогда петлички. Ну и получилось не очень здорово, я сразу за это извиняюсь. Плюс очень много шума, который, естественный шум ветра, волн. Я подумал, что, наверное, я его все-таки оставлю на видео для создания более полной атмосферы данного путешествия. Ролик небольшой, если интересно, не отключайтесь и приятного просмотра. Привет, друзья! В общем, как вы, возможно, слышите сейчас по шуму, это не только ветер, но еще и волны, когда добрался я, наконец, до края, края полуострова Монингтон и... Океан! Прямо снизу. Прямо за мной. Это место называется Флиндерс. Флиндерс. Как я уже упомянул в самом начале этого видео, Флиндерс – это небольшой приморский городок. Расположен он на полуострове Морнингтон, в 73 километрах к югу от центрального делового района Мельбурна. По данным переписи 2021 года, в Флиндерсе зафиксировано население в количестве 1130 человек. Данное название городу дал Джордж Баз и назвал его в честь своего друга, исследователя и британского военно-морского офицера Мэтью Флиндерса. Заселение города началось в 1854 году, и Флиндерс обслуживается автобусным маршрутом номер 782 из Фрэнкстона. Фрэнкстон – это последняя станция метро города Мельбурна. Оттуда можно доехать на этом автобусе до города Флиндерс. Тут очень ветрено, но посмотрите, какая красота. Это уже не залив, это уже открытый океан. Раньше здесь никогда не было, но, как я вижу, здесь можно подойти поближе, там есть какие-то дорожки. Сейчас попробуем спуститься вниз, посмотреть, насколько удастся приблизиться к океану. Ну, и примерно вот так вот выглядит край земли. Класс! Ну, как мы с вами видим, друзья, это не город Флиндерс. Город Флиндерс – это главная точка, которая находится рядом с этим местом. Это место называется Блоу Холл Трэк. Находится это у Бонео Роуд напротив Резербэк Роуд. И, по сути, это между городом Флиндерс и мысом Шанг. Про мыс Шанг у меня, кстати, есть отдельный ролик. Я оставлю ссылочку наверху. Если не смотрели, очень рекомендую посмотреть. Тоже очень красивое место. А сама вот эта вот трасса, либо трек Блоу Холл – это благоустроенная дорожка, которая, по сути, такой деревянный настил, лестница. И все это ведет вниз к побережью. Великолепные виды, как мы с вами сейчас можем видеть. Все это открывается просто с видом на дикий прибой и скалистую береговую линию Басова пролива. Очень здорово. Но прежде чем переключиться на Мэтью Флиндерса, давайте еще немножко просто полюбуемся пейзажами этого замечательного места и попробуем поискать, где же здесь дорожка, чтобы спуститься вниз к побережью. Дорожка нашлась, она идет вниз. Вот тут проделаны такие ступеньки. Надо, конечно, смотреть под ноги, чтобы не завалиться нигде. Ну, как бы вот вдоль океана можно топать вниз. Блоу Холл Трек – это называется место. Местность достаточно интересная. В принципе, все это здесь называется... О, с собаками нельзя. С собаками нельзя. Ну и ладно, собак у нас с собой нету. Короче, место называется Блоу Холл. И вот эта тропа называется... Ну, так и называется Блоу Холл Трек. Вот. Мы тут особо не разгулялись с фантазией. Достаточно интересно тут все выглядит. Видите, как все тут ветром уложено. Конечно, очень ветрен, я так понимаю, в любой день. Достаточно сильный ветер, хотя сегодня, в принципе, ветра особо нет в городе. Достаточно хорошая погода, очень комфортная. Цвет воды, конечно, просто класс. А в самый низ, я так понимаю, не спуститься. Но не очень понятно, что там взял. Хотя там какой-то товарищ явно что-то добывает из-под воды. Он там ныряет активно, его периодически сносят волнами. Потом он плывет обратно к берегу. Его на камеру, скорее всего, не видно, он далековато от меня находится. Но, короче, мы там заприметили какого-то, я не знаю, подводного рыболова. Непонятно, что он там ловит, но что-то добывает. Попробуем подойти поближе. Вот тут знаки еще везде расположены. Unstable slope, cliff edge. В общем, никакой стабильности. Нечего туда за забор лезть. Все может из-под ног уйти. И можно очутиться вот там вот на пляже на камнях. Этого мы делать не хотим и не будем. Поэтому будем придерживаться тропы. И посмотрим, куда дальше она нас приведет. Очень нравится, что вот в таких местах, то есть, казалось бы, можно просто тут везде гулять, смотреть, но, тем не менее, они все это оборудовали забором, чтобы ты четко знал, где тебе безопасно гулять, смотреть, и ни в коем случае не ушел куда-то, куда не надо. Потому что, если вдруг что-то случится, конечно, им потом за тебя отвечать, я так понимаю. Еще больше денджера. И вот тут опять предупреждение о том, что здесь сильное течение, внезапные большие волны. Вот и поверхность самого обрыва здесь, она тоже не очень такая устойчивая. Короче говоря, не залезайте туда. И вот тут какой-то еще ручеек с огромной паутиной. Пойдем дальше. Ну вот, друзья, мы дошли. До края данной дорожки. Теперь можно спуститься, я так понимаю, к океану. Я надеюсь, звук хоть какой-то есть, потому что очень ветрено. Народ бродит. Значит, можно бродить, ходить и нам. Там даже кто-то купается. Вот дают. Вот. 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 ну да вот там на том берегу кто-то купается загорает тут детишки бегают и вот такой вот как бы пляж можно постоять немножко пожариться на солнце и полюбоваться на волны и и и Смотрите какие тут классные водоросли, еще такие ярко-ярко-зеленые и вылезают просто космично. Еще волны немножко сейчас разбушевались. Ветер усилился, можно вот такую красоту наблюдать. Прыгаем по камням, чтобы не свалиться в эти водоросли и при этом не попасть в паутину. В каждом удобном месте находятся по несколько паутин. Пауки активно охотятся на все, что можно. Все, выбрались. Вот такой у нас тут галичный пляж нарисовался. Сейчас мы попробуем немножко по нему погулять, посмотреть, что там дальше еще есть, что-то интересное. Если есть, вам покажу. Если нет, то поедем в другое место по соседству и посмотрим, что интересного находится там. В общем, похоже, мы просто на какую-то другую планету в итоге попали ненадолго. Брусчатка превратилась просто вот в такие камни. Ну и как-то вот по нему тут, собственно, путешествуем, бороздим просторы. Такой здесь открывается классный вид. Вот он, океан. Вообще-то Брасов пролив, на самом деле, если уж прям совсем в детали вдаваться. Ну и вот, а там, там ребята что-то ловят. Нравится вот с этим желтым, я не знаю, что это такое, спасательный жилет или что-то. Я сначала увидел, улыбнулся, но Яндекс.Доставка здесь. Короче говоря, что-то они там ловят. У них большие ведра пластиковые и удочки. И рядом чайки дежурят, которые явно тоже в теме. То есть что-то здесь, что-то здесь ловится. Ну а мы, пожалуй, попробуем посетить еще одну точку, тоже в этой же окрестности. Флиндерс. И посмотреть, что там интересного. Смотрите, какие волны классные. И вот, что-то здесь. Друзья, смотрите, тут пасутся морские коровы Я думаю, что коровы это, конечно, самые обыкновенные Но учитывая то, что вот они тут пасутся И вот тут у них вот такой вот вид, которым они наслаждаются каждый день Кушая травку и дыша вот этим прекрасным океанским свежим воздухом Я думаю, они дают, наверное, просто наивкуснейшее, возможно, даже соленое молоко И чувствуют они себя явно тут чудесно Одна корова как-то вообще забрела прямо через ров на другую сторону берега И теперь незадача его смотрит на меня Видимо, хочет спросить, как я отсюда выбраться Тут я вряд ли подскажу, давайте понять, как мне отсюда выбраться Ну, в общем, вот такие вот тут австралийские морские коровы пасутся Ну, давайте вернемся к английскому исследователю Австралии Мэтью Флиндерсу Мэтью Флиндерс родился в Доннингтоне 16 марта 1774 года И вместе с Басом в 1798 году объехал вокруг Тасмании и установил ее островной характер А также впоследствии с конца 1801 по 1802 года Флиндерс вместе с ботаником Робертом Брауном проследовал вдоль южного побережья Австралии А 8 апреля 1802 года в заливе Энкаунтер он встретился с Николя Боденом Возглавлявшим французскую научную экспедицию И незадолго перед тем Боден нашел остров Кенгуру Благодаря этим двум экспедициям было исследовано по сути все южное побережье Австралии И в том же году Флиндерс разведал восточное побережье от порта Стивенсона до мыса Палмерстана А также большой барьерный риф Кроме того, севернее острова Принцевольского и в Турнцевом проливе он открыл единственный безопасный проход Флиндерс произвел также съемку берега залива Карпентария И таким образом в 1802 году по сути завершил открытие всего австралийского побережья В 1814 году Флиндерс предложил для этой новой части света название Австралия В память о легендарной южной земле Terra Australis Разыскиваемой на протяжении столетий Это название скоро вытеснило общепринятое до того времени название Новая Голландия Флиндерс также написал сочинение «Путешествие к Terra Australis» И атлас 1814 года «Воядж ту Terra Australis» Флиндерс, прошлое на южной земле Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо вам за это большое. Пожалуйста, не стесняйтесь продолжать оставлять комментарии, критику. Я обязательно все это читаю, принимаю к сведению. Ну и до встречи в следующем эпизоде. Берегите себя и своих близких. Пока. Пока. Продолжение следует...